Челябинск Улицы и общественные пространства мегаполиса Город превратился в настоящую сказку Больше всего красотой поражает центр В этом году, кстати, очень насыщенный городок по свету Еще не было столько освещений То есть даже можете обратить внимание на каждой фигуре Видно, как идет засветка Около 20 прожекторов Посмотрите на дуги Это лента Duralight Дальше выкаты горок Соответственно, мигающие пламя лампы Но чуть позднее вечером, когда включится полностью вся иллюминация Будет видно Это светодиодная лента 220 вольт, постоянного тока 15 ватт на метр мощностью разных цветов Защита IP68 для укладки в лед Сырые помещения На городок закуплено 900 метров Они по всем фигурам 900 метров ленты Это и забор, но на заборе лента фиолетовая Они разных цветов Где-то RGB, где-то красные По техзаданию уложены А вообще проводов по городку Вместе с верхним освещением Гирляндами, питающими кабелями Которые подходят на каждую фигуру Более 3 километров И тут же сверху установлены Смонтированы шары На каждый шар намотана Примерно около 80-12 вольтовой ленты Это безопасная лента Трансформатор уложен в недоступное место Сама лента 12 вольт То есть даже если в случае какого-то акта вандализма Человек порвет или еще что-то То есть его никак образом не пострадает На Алом поле установили елку Из светящихся шаров На театральной площади зажгли люстру А на Кировке включили светомузыкальный тоннель Еще одно место, где можно зарядиться Новогодним настроением И сделать красивые фото Это набережная реки Миас Рядом с Краеведческим музеем Включили первый световой тоннель Конструкции с подсветкой Будут радовать челябинцев всю зиму Иллюминация украсила улицы Курчатова Энгельса, Чечерина, Овчинникова Цвилинга, Даватора, братьев Кошириных Кроме этого в каждом районе Установили новогодние елки Небольшие ледовые городки Гирлянды и украшения Главы районов принимают активное участие В этой работе В этом году в нашем районе Семь улиц были расцвечены Очень красивой подсветкой Кроме этого у нас в районе было установлено Три светодиодных инсталляции Две из них для фотографирования И одна вот мы видим Это фонтан замечательный, красивый Который очень украсил наш сквер И стал прям его изюминкой В 2018 году мы как раз ремонтировали В рамках программы формирования городской среды Сквер на Богдана Хмельницкого И перед администрацией района был отремонтирован фонтан Который до этого три года Ну у нас не эксплуатировался, к сожалению И после этого Была такая мечта Именно в зимний период Чтобы он тоже работал и радовал Как бы жителей нашего района и его гостей И в этом году благодаря администрации города Через комитет дорожного хозяйства У нас установили вот этот замечательный фонтан Который стал изюминкой этого сквера Очень много фотографий у нас с этим фонтаном И видеосъемок появляются в соцсетях Это и группа ВКонтакте у нас подслушана ЧМЗ И в Одноклассниках очень часто встречаем Именно эти фотографии, да На фоне нашего сквера замечательного Всеми любимого Потому что он практически в центре района находится Да, это своего рода такая Зона притяжения, куда люди приходят погулять В конце этого сквера У нас традиционно строится ледовый городок Который в этом году тоже как бы построен И еще масштабнее и красивее Металлургический район заиграл новыми красками На центральных улицах яркая иллюминация Стеллу района дополнили неоновым цветом Все новогодние украшения Выполнены с применением энергосберегающих технологий И рассчитаны на работу в самую разную погоду В том числе и снег и ледяной дождь В 2018 году в рамках программы формирования городской среды Мы благоустраивали этот сквер Отремонтировали фонтан И чтобы придать, то есть законченность Да, было решено подсветить вот цветной подсветкой Которая установлена на опорах, да Направить ее на деревья И получился такой сказочный пятачок у нас В центре этого сквера Очень красиво смотрится и сейчас очень широко То есть эти светильники применяются в городе То есть, но мы были первыми То есть, собственно, с нас все это и началось, скажем так В этом году в нашем районе появилась замечательная фотозона У дворца строителей Очень красивый шар И люди с удовольствием сюда приходят, фотографируются Да, и получаются замечательные, яркие, красочные фотографии Выглядит он очень масштабно и красиво И я думаю, что еще не один человек сюда придет и сфотографируется То есть, с удовольствием люди используют эту фотозону И таких фотозон должно быть больше с каждым годом Мы будем стараться, чтобы в следующем году их стало еще больше В этом году постарались и бизнесмены Новогодние огни засияли возле магазинов и банков Например, в Металлургическом районе Территорию возле бассейна «Строитель» украсили сотни гирлянд У нас бассейн «Строитель» уже на протяжении, наверное, лет пяти Каждый год украшает замечательно свою прилегающую территорию Кроме этого, у нас очень часто какие-то предприниматели украшают свои объекты Но вот это тоже такая точка притяжения На центральной улице 50 лет в ЛКСМ достаточно красиво смотрится И проезжающие мимо всегда обращают на это внимание Когда люди приезжают в бассейн заняться спортом Очень многие останавливаются и фотографируются и под деревьями, и на фоне бассейна Потому что это очень яркая и красивая такая подсветка Она оставляет память, видимо, в душах людей К предпринимателям присоединились детсадовцы и школьники В Челябинске стартовал конкурс праздничной иллюминации Участвуют больницы, магазины и даже жилые дома Оценивают разнообразие украшений и оригинальность оформления Челябинские школы и садики одними из первых включились в соревнования на лучшие украшения к Новому году В этом году полет фантазии, так скажем, унес нас в сказочный лес и придумали парад елок То есть вот на том газончике у нас разместились елочки дружно в ряд То есть у нас 12 групп в детском саду, 12 елочек Мы попытались оформить такую фотозону То есть тут родители, семьи уже подходят, фотографируются Мы вот создали, видите, такую видимость, что это подарки То есть фото, которые запечатлели семьи себя на этих фотографиях в этой фотозоне Они могут подарить заранее, разослать своим родным и близким И уже создать какое-то настроение новогоднее Друзьям отправить, знакомым, родственникам Вероника, фотографироваться будем? Ага Пойдем фотографироваться, вставайте Ребятки, вставайте, фотографироваться будем Быстренько, красоту Конечно, давайте, быстро, 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 быстро Это настоящие? Конечно, подарки? Конечно, настоящие Фотографируемся Малыши, фотографируемся Включаем Ой, какая красота, ребята Какие вы красивые И дело не только в борьбе за дипломы и награды Воспитатели и учителя просто хотели создать праздничное настроение Для маленьких воспитанников и подарить детям яркий Новый год Это колючая Нет, не колючая Не колючая Нет Это вот такое своеобразное жизненное пространство для детей, для малышей То есть кто, как ни дети, как ни воспитанники ждут праздника Конечно, больше всего ждут праздника дети Поэтому, чтобы они приходили и сразу чувствовали, что скоро Новый год Скоро будет радость, будут подарки Мы вот таким образом подумали и вместе с родителями, с творческой группой педагогов Придумали вот такую идею В зачет пойдут и гирлянды на окнах, и елочка во дворе Причем вступить в борьбу можно сразу в нескольких номинациях Награды разыграют в категориях оформление прилегающей территории Лучшее световое оформление и лучшее украшение фасада Челябинск весь горит в огнях Иллюминациями сверкает, инсталляции в городе очень красиво И мы вот просто счастливы ощущать себя частью Маленькой частичкой, так скажем, большого города Вот этого такой суеты предновогодней И вот принять участие таким образом, ну как бы внести, так скажем, Свою маленькую лепту в украшение города Челябинска Гирлянды и фотозоны на территории детского сада Простой способ подарить малышам сказочную атмосферу, наполненную ожиданием чудес Создавать волшебную сказку воспитателям помогали родители За несколько дней стены здания преобразились Теперь дошкольников по утрам встречают маленькие елочки Необычные украшения для пушистых красавиц мамы и папы создавали вместе с детьми Елочки наряжаем, снежинки, шарики, фонарики и все такое В этом году просто чудо у нас в детском саду Мы вообще, выходя с ребенком первый раз, когда все это сделали Вышли из садика и ребенок просто вот, ну, была в шоке Мама, ты посмотри, какой у нас праздник У нас столько фонари, мы еще дома не успели елку нарядить А у нас уже здесь наряжено все Пандемия сейчас, все очень сложно, все очень, ну, напряженно, да, сами понимаете У нас настроение просто праздничное Мы очень довольны Был конкурс, как я понимаю, что детки делали елочки И вот 12 групп, 12 елочек сделали Провели, видимо, конкурс на лучшую елку Нам очень нравится, дети очень довольны, очень радостные Мы сегодня вышли, у нас елочки белые стоят Дочь, будешь фотографироваться? Да, конечно, буду, потому что, мам, праздник я хочу, мне нравится И туда к елке пошли, и здесь мы фотографируемся, и у снеговика Это создает праздничное настроение, во-первых, для родителей, для детей, то есть, для родителей, когда приходишь, приводишь ребенка в детский сад, он радуется, он смотрит на это все, у него поднимается настроение Он хочет, папа, сфотографируй меня, вот гирлянды повесили, тоже говорит, давай, папа, сфотографируемся, снеговичка давай, говорит, тоже посмотрим То есть он идет с удовольствием, смотрит это все и, соответственно, радуется этому дню, этому новогоднюю празднику Детские сады и школы уже не первый год одевают праздничные наряды Ежегодные учреждения придумывают новый дизайн украшения фасадов зданий, используют иллюминацию, мишуру, елочные игрушки, рисуют на окнах целые зимние картины В этом году отличилась и 75-я школа в Ленинском районе На входе учеников встречают две огромные ели, а фасад здания и вовсе поражает Первый раз мы встречаем Новый год в новых условиях И в связи с этой новой обстановкой и многими ограничениями родилась идея, как подарить детям ощущение праздника и настроение Нового года И мы решили создать вот эту инсталляцию световую в стиле сказочного дворца Для того, чтобы, приходя в школу, дети уже сразу понимали, что Новый год вот-вот он уже скоро наступит И очень приятно видеть в городе, когда появляются много зданий, домов, площадок, композиций, украшенных новогодними гирляндами И мы по этому же примеру решили подарить детям, родителям и жителям района новогодний подарок Учителя и старшеклассники вместе наряжали елку и развешивали гирлянды На украшение ушло два дня Теперь в Ленинском районе появилась еще одна новогодняя зона, где можно и прогуляться, и сфотографироваться Наряжать елочки я наряжал один, а собирать мне помогали ученики Это было такое веселое мероприятие для них, но и для нас педагоги некоторые помогали Потому что лишний раз прикоснуться к сказке новогодней, окунуться в детство И вот получилась вот такая красота, такая вот световая феерия Конечно, мы даже немножко шутили, как вы знаете, у нас здесь дорога Мы говорили, что сюда нужно ставить посты ДПС, чтобы люди не отвлекались на школу Но проезжали без происшествий по дороге То есть вот такая вот красота Очень нравится жителям района Вечером здесь очень много народу гуляет Такая своеобразная прогулочная новогодняя зона Мы были в восторге от того, что украсили так хорошо фасад Обновили, во-первых, фасад школы и сделали красивые украшения Дети все фотографируются возле входа У нас теперь это традиция приходить в школу и фотографироваться вечером Мы приходим, как раз темнеет, включается иллюминация И дети уже под новогоднее настроение выходят Ждут каникул, ждут праздника Это создает новогоднее настроение у детей Да и у родителей тоже Украшает наш район И везде такое есть Ребятки, давайте покучнее Вместе, 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 вместе Улыбаемся Вот, молодцы Подать заявку на конкурс можно до конца новогодних каникул Все документы и фото праздничного оформления нужно отправить в городское управление благоустройства И даже после того, как каникулы закончатся, яркие инсталляции еще долгое время будут радовать горожан Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин